всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас челлендж я буду кушать 10 киндер де лисов за раз у меня было наподобие видео но тогда были молочные ломтики а в этом случае киндер де лис он стоит чуть чуть дороже чем обычный киндер молочный ломтик но он тоже очень вкусный и давайте начнем сегодня я хочу разобрать с вами историю которую мне написала моя подписчица я думаю что это будет интересно и в дальнейшем если у вас есть интересные истории обязательно отправляйте пишите мне их на мой аккаунт может возможно некоторые не замечаю но читаю мы там переписываемся с девочками фарида пишет мне письмо я не знаю стоит прям так читать или просто пересказать привет айка пишу не первый раз хотелось бы поделиться своей историей и узнать твое мнение мнение подписчиков мой муж царство ему небесное умер четыре года назад у меня трое детей двое из которых ходят в начальную школу мои родственники настаивают на том чтобы я вышла замуж и даже есть варианты но я не знаю как сделать правильно стоит ли выходить замуж или жить ради детей вот такая вот у нас тема печальная если бы я была в этой ситуации все зависит от того какой у меня был муж при жизни если бы у нас с ним были бы не идеальные отношения я была бы с ним не счастлива после его смерти я бы задумалась о том чтобы устроить свою личную жизнь просто столько плохих историй о том что например отчим надругался над своей падчерицей не знаю все люди разные и не все они добросовестны у меня например двоюродная сестра она такая красотка она вышла замуж развелась и у нее есть ребенок и она вот до сих пор ни за кого не выходит замуж она просто говорит я живу ради моей дочки мне не нужны отношения я не хочу всего этого хочу дать образование устроить хорошо жизнь моей дочери поэтому каждая история она индивидуально я не могу вам что-то рекомендовать или советовать не дай бог никому оказаться в этой ситуации есть примеры конечно когда женщина выходит замуж и очень счастливо живет долгие годы с новым мужем там тоже рожает детей и все у нее замечательно но есть и плачевные моменты не дай бог конечно но я скорее всего бы жила бы для детей нежели устраивать свою личную жизнь возможно это неправильно сейчас все накинутся на меня но мне кажется любовь к детям это такая любовь которая не сравнится ни с какой любовью к мужчине ты всю энергию всю любовь я бы отдавала своим детям сейчас и мужчины тоже стали знаете капризные трое чуть чуть чужих детей не каждый возьмется хотя я смотрела канал пару видео посмотрела там у девушки восемь детей из них семь неродных мужа то есть муж ее взял с семью детьми представляете муж герой просто у нас деревня опять же из деревни случай вам рассказываю как бы как в городе депутат в деревне тоже есть депутат и вот сейчас у нас нынешней деревне в которой я родилась я не знаю как по-русски но у нас это называется берядье и в общем у него он любил девушку когда он был в армии ее насильно выдали замуж она уже была беременная жила с другим мужчиной и он ее взял с ребенком украл и они вот долго долгие годы живут вместе все офигенно и вот все просто показывают этот пример нам молодым что посмотрите как мужчина поступает поэтому знаете примеры разные бывают если действительно попадется такой вариант который готов принять твоих детей как своих воспитывать их финансово помогать если ты действительно видишь что действительно он любит этих детей как своих не просто он тебя любит и готов терпеть в придачу твоих детей а действительно от души у него есть такая вот любовь мой парень например мне кажется он спокойно бы принял бы девушку с ребенком потому что он безумно любит детей он всегда говорит чужих детей не бывает я ему говорила о том что у меня есть мечта взять ребенка из детского дома не потому что мне лень рожать я не хочу портить фигуру сейчас вот начнется эти хейтерские комментарии мне честно так безумно неприятно было когда я сказала о том что я хочу взять дворняжку с улицы приютить и как бы держать дома мне все начали писать фу колхоз бомжара денег нету собаку нормальную купить а после чего взяли что вот эта дворняжка с улицы это ненормальная собака вот с чего вы это взяли я считаю что это очень благородно и дай бог у меня это будет просто сейчас например в квартире живу не одна я мама категорически против этой идеи бабушка вообще она ненавидит домашних животных дома комфорт себе но во вред другим я не могу так делать даже себе сама бы купила эту квартиру или снимала за свои деньги все равно это неуважительно по отношению к тем людям которые живут вместе со мной то есть некоторые начинают обливать грязью вот тебе жалко денег пойти купить шпицы вот поэтому хочешь подобрать с улицы шпицы так и так будет офигенно жить его никто на улицу никогда не выбросит а этот бездомный песик возможно даже больной взяв его прежде всего вы себе делаете очень большой плюс я не знаю как на русском этом это благое дело так скажем посчастливить какое-то животное просто меня столько планов я выйду замуж вот сразу детей не хочу у нас вообще в азербайджане как будто вот традиция вышла замуж через год сразу ребенок если через полтора года нету ребенка все все идут на обследование почему же нету детей что случилось а может быть она не может родить а может быть она больная вот эти стереотипы вообще не близки мне я хочу выйти замуж жить для себя минимум минимум три года не только в плане финансов хочется погулять попутешествовать молодые мамочки возможно меня не поймут но я не готова вот собачку приютить хотелось бы чтобы дома уже была собачка до меня вот не доходит вот это люди покупают за бешеные бабки какого-то котика потому что он типа очень дорогой породы что всем показать вот мне есть бабки могу себе позволить такого котика а столько кошек в приютах просто голодают даже не помогают этим приютом то есть у меня другие ценности и пусть вы пишете там фу еще что-то это мой личный выбор и вы знаете проблема в чем моя мама тоже читает эти комментарии она тоже начинает думать также как думаете вы вот вы например в комментариях пишите фу какой ужас что-то как бомжиха будешь подбирать не знаю с улицы собак и моя мама тоже начинает думать также как и вы поэтому убедительная просьба если вы даже так думаете не пишите я тут еле-еле уговариваю человека у меня например кот такой воспитанный хотя уличный где не надо не писает но сейчас у него стресс он телочку все и ищет сейчас ладно ну а так в общем и целом пацан что надо следующий вопрос ариана задает его арианте огромный привет алька даешь ли ты отдохнуть ногтям или считаешь что это совсем не нужно и не обязательно некоторые говорят ой ногти должны подышать и так далее с нами просто как-то смешно от этого на самом деле я без перерывов хотя нет вру один раз делала перерыв и то это был вынужденный перерыв я была в деревне в то время я делала ногти не сама я ходила к мастеру получается три месяца я была в деревне у меня ногти отросли у меня в идеальном состоянии ногти я не могу сказать что есть какой-то грибок или какие-то посинение покраснение ничего нету я делаю ровно пять лет с первого курса университета я пошла в универ и увидела что все девочки делают ногти я просто как белая ворона не знаю не со школы делают нас просто школе не разрешали все с нарощенными все с гей-лаком аккуратными маникюрчиками и я такая с накрашенными ногтями лаком туда я поняла что нет сначала ходила к мастеру а потом я сама отучилась начала себе делать потом начала подругам делать потом за деньги делала девчонкам ну очень дешево дело просто чисто чтобы набить руку могу сказать одно это очень сложно физическом плане то сделать ногти у тебя текает спина нагрузка на зрение это вся пыль то есть кто думает что мастер маникюра просто так рубит бабки нифига не делает на самом деле не так потом я выучилась сама и в следующий раз когда уже ехала в деревне я взяла все с собой то есть все оборудование и поэтому уже перерыв я не делал то есть я не понимаю зачем дышать если отсюда отрастает все равно новый ногти он здоровый нормальный без никаких проблем единственная моя ошибка я сейчас это понимаю надо покупать очень хорошие качественные гель-лаки меня сейчас к сожалению очень много я не могу все что у меня есть просто выбросить элементарно цвет я например крашу в 3-4 слоя а можно купить качественный гель-лак который в один в один слой будет офигенно смотреться поэтому я думаю что вот эти вот все закончу дай бог и потом я куплю себя качественные хорошие гель-лаки на этом все мои хорошие 4 штучки остались если честно я немножко и спешу мне надо уже к стоматологу будем ставить пламбу на мои зубики спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте подписываться на мой инстаграм всех люблю пока